Кандидатам Левчуку Виктору Алексеевичу, Полякову Владимиру Владимировичу и Любитенко Дмитрию Юрьевичу в регистрации было отказано по следующим основаниям. Господин Левчук в избирательную комиссию Волгоградской области не пришел, ни одного документа необходимого для регистрации не представил. Кроме того, в соответствии со справкой управления Минюста России по Волгоградской области, при проведении общего собрания регионального отделения политической партии «Ветераны России», на котором принималось решение о выдвижении Левчука, были нарушены положения федерального закона о политических партиях, которые предусматривают принятие таких решений исключительно тайным голосованием. В данном случае тайна голосования соблюдена не была, что являлось еще одним основанием дополнительным для отказа ему в регистрации. Господин Поляков из всего перечня документов, необходимых для регистрации, представил лишь справку об остатке средств на избирательном счете, которое не является даже самостоятельным документом, а является приложением к первому финансовому отчету кандидата. При этом ни первый финансовый отчет, ни иные документы, необходимые для регистрации, кандидат Поляков в избирательную комиссию Волгоградской области не представил. Господин Любитенко при представлении документов на этапе выдвижения, который завершился 6 июля, не представил сведений о своих расходах, о расходах своей супруги и несовершеннолетнего ребенка в отношении сделок, которые предусмотрены законом. При представлении документов на регистрацию, документы им были представлены в последний день, для их представления 24 июля за 15 минут до окончания времени приема документов. Он не представил, во-первых, копии документов, подтверждающих сведения в отношении представленных им кандидатур для наделения полномочиями членов Совета Федерации. Это тоже документы, которые предусмотрены законом, которые должны подтверждать, что данные кандидатуры соответствуют требованиям для установленных законов, в частности, по периодам проживания на территории Волгоградской области, либо наличием иных критериев, которые нужны для наделения полномочиями членов Совета Федерации. И второе, не представил письменное уведомление кандидата о том, что кандидат не имеет счетов-вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Недостающий документ их кандидат представил только после извещения его об этом избирательной комиссии Лагерской области, но за пределами установленных законом сроков для их представления, в связи с чем их представление уже правового значения не имело. Кроме того, кандидат Любитенко представил листы поддержки с подписями 22 муниципальных депутатов при необходимом числе 228. Соответственно, в связи с отсутствием документов, необходимых для регистрации и недостаточным количеством достоверных подписей депутатов и глав муниципальных образований, Любитенко в регистрации было отказано.